Доброе утро! От всей души поздравляем! Спасибо большое! Расскажите нам, пожалуйста, немного о вашей студии. Что за программу выпускаете и где? Ну, наверное, нужно начать, что я всегда говорю, как водитель своим детям, да и взрослым тоже, что детское телевидение – это окно во взрослый мир. И мы делаем все то же самое, что делают взрослые телевизионщики. То есть у нас три направления. Это журналистика, это видеосъемка, видеомонтаж. Поэтому мы выпускаем наши новости. У нас очень много социальных проектов. Мы делаем социальные ролики. То есть все то, что беспокоит подростков, все то, что беспокоит детей, они показывают вот таким видеоязыком. Скажите, я люблю перебивать. Скажите, давно ли вообще ваша студия существует? С чего начинали? И чем вдохновляетесь? Откуда идеи черпаете? Телестудии на сегодняшний день 13 лет. Начинали, естественно, с малого. Детям захотелось. Но мы подумали, что уж поскольку нынешний век таков, что все равно они смотрят и телевидение, и соцсети, им хочется развиваться. Так пусть они делают это правильно. Пусть они развиваются в нужном направлении. Ну и плюс очень многие выбирают свою профессию. Скажите, а вы, кто трудится вообще на создание проектов? Весь технологический процесс? Исключительно дети? Или же все происходит под чутким руководством взрослых? И опытных? Естественно, под чутким руководством взрослых. У нас три программы, образовательные программы, которые написаны в соответствии с тем порядком, для которого на каждый возраст. И в соответствии с этими программами у нас идет практическая работа. То есть всей практикой занимаются дети под нашим чутким руководством. У нас три педагога, я по журналистике. У нас есть педагог Андрей Александрович по видеосъемке и Семен Карапетович Шибикян по видеомонтажу. А уж тем вдохновляет, я думаю, пусть Марина расскажет. Да, мы как раз таки ждем, что к Марине обратится. Марин, доброе утро. Доброе утро. Мы так понимаем, что вы достаточно долго уже обучаетесь в телестудии и в этом году выпускаетесь, верно? Да, да, да. Расскажите, как вообще в принципе проходит ваше обучение и планируете ли вы в дальнейшем связать жизнь с журналистикой, продолжить этот путь? Да, на самом деле. Ну, здесь я получаю бесценный опыт. Это общение с прекрасными людьми. Я считаю Оксану Михайловну своим наставником, это без преувеличения. Это абсолютно честно. Вот, поэтому, а в будущем, да, я уже решила, что хочу стать журналистом, связать свою жизнь именно с этой деятельностью. Вот, ну и здесь я делаю все, что мне поможет и к поступлению. И в дальнейшем, даже если я уже приду работать, я думаю, очень много уже здесь я получила на данный момент. Благодаря педагогам. Да, у наших ребят в группах Лоса такая практика, когда они поступают на первый курс университета, курсов, то они уже приходят с такой вот прям хорошей базы. Они умеют брать интервью, они умеют писать репортажи, они умеют общаться, они умеют вести новости, они знают, что такое стендап. Поэтому... Скажите, а может быть вы каким-то образом где-то проходили какую-то стажировку, куда-то в телекомпании какие-то ездили, или может быть к вам приезжали журналисты и рассказывали, и показывали какие-то мастер-классы? Это вопрос к ребенку или ко мне? А тут уж как получится. Вы же там работали или нет? Я журналист, я член Союза журналистов России, 15 лет я работала на телевидении, поэтому вся вот эта практическая часть, конечно, она мне близка. Ну и, естественно, время идет вперед, и мы тоже все время учимся. То есть я не прекращаю учиться, несмотря уже на то, что, ну, казалось бы, я опытный журналист, опытный педагог, но, тем не менее, я учусь всегда. Я получаю какой-то ценный опыт, которым я делюсь со своими учениками. Ну и ученики у нас тоже, они все время участвуют в проектах, они участвуют в медиашколах, тоже побеждают, и опять-таки мастер-классы они получают у знатоков. Марин, вопрос к вам. Скажите, какие темы близки вам? Какие вам нравится делать больше всего репортажи? Ну, наверное, связанные с каким-то культурой и творчеством. Все-таки эта деятельность мне близка самой как личности. И когда у меня репортажи связаны с этой тематикой, и, конечно, я, ну, я здесь как рыбка в воде, я себя чувствую максимально комфортно. Вот хотя, в принципе, если там спорт, политика, ну, любая тема, они по-своему интересны, просто в них уже надо мне больше подготовки требуется, чтобы взять... Сильнее погружаться, да? Ну, да, мы... Что ж, с такими наставниками ничего не страшно. Да, мы не сомневаемся, что Тэфи уже не за горами буквально у вас в руках, и надеемся, что когда вы получите премию, вы сразу нам позвоните и скажете, вот, смотрите и завидуйте. Всего вам хорошего и успехов! Большое спасибо! Спасибо большое! Спасибо! До свидания!